Коммунальные беды мегаполиса в рассказах его жителей. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Улица Литвинова, 322, батареи в доме едва тёплые. Сначала, как нам дали тепло, у нас батареи были более-менее горячие. Как стало, на улице морозы пошли, у нас они, наоборот, стали почему-то холоднее, как парное молоко. 63, 64, 65. У всех вот такая температура. Я к ним тоже заходила, проверяла, и вот они тоже взмущаются, какая температура. Поднималась вчера на второй этаж, и то же самое, тоже прохладно. Мы обогреваем, только, знаете, включаем газ, приходится. Пока в дом ходим, в тёплом халате, без рукавка одеваю. Всё, знаете, легла, я одевала на себя без рукавку, два одеяла. В Днепровский проезд один, ещё один дом, жильцы которого жалуются на недостаточное отопление. Мы лежали в больнице, муж позвонил, буквально две недели назад, отопление говорит, вообще дома нет, вообще холодная, прихолодная батарея. На самом деле приехали, батарея очень холодная, как бы, но не вот ледяные, то есть, а холодная, холодная батарея. Мы позвонили в ЖЭУ, ЖЭУ сказали, что это сначала, что это теплотрасса даёт 70%, до нас доходит только 40%. Я говорю, ну как 40%, вообще в нашем доме его нету, полностью отопление. Сказали, что это не только в нашем проблеме, а во всём посёлке, а потом оказалось, что это водоканал, какая-то авария случилась, что пока они не устранят аварию, водоканал, пока вода куда-то там попадает, отопления у нас не будет. Ну всё, и отопления так и нету, вот вы приехали, слава богу. Ну, в общем-то, ну чуть тёплый стал вот в комнате стояк и более-менее на ванной. И то, это рука спокойно терпит. Я считаю, что это не отопление, это уже пошла третья неделя, за что мы платим непонятно, причём деньги достаточно небольшие за отопление берут, а его просто нет. На улице холодно, у нас маленький ребёнок, нам приходится включать обогреватель, но мы включаем, сынок, обогреватель получается только в ночь, потому что ребёнок маленький, ребёнок подходит к обогревателю, и мы боимся, что он просто обожгётся. Получается, дома днём очень холодно, с утра и до самого вечера, пока мы не включим обогреватель. По-прежнему холодно, мы думали, когда вчера стали чуть тёплые, мы думали, всё-таки отопление дастся, но оно не далось, и так же всё холодно абсолютно, нисколько не нагревается, такая же холодрышка. Вот ребёнок ходит время одетый, постоянно холодно, руки холодные, нос холодный. Улица Калинина, 88, вторую неделю под полосараев заполнено водой. Уже вторая неделя, полезли за картошкой, а там вода прям вот, у меня вот полный ям, вся картошка всё вот так вот в воде плавает. Начали звонить в аварийку, ну, первый раз у нас приехала, колодцы думали, засорились, почистили нам колодцы, они молодцы, правильно, всё прям хорошо сделали. Бесполезно. Начали вот звонить на чистую воду, вот сюда, Тамашевский тупик, 8, в аварийку. Хорошо приедем, вторник приедем, четверг звоню, приедем, среда, четверг звоню, пятницу. В пятницу даже туда сами поехали. Вышел, он представился, замначальника Копылов. А вы что, говорит, сюда приехали? У вас уже бригада работает. Мы бегом сюда, как не было вот до сих пор, так и нет никого. Звоним опять потом. Всё вот сейчас там на Мирной аварию устранят, приедут к вам, всё будет несколько саббригад, у вас всё, у всех, у кому нужно, всё откачивают. Вот до сих пор так и едут. У нас то же самое. Одинаково. Да. 32 ведра воды вытащил, у меня до сих пор рук, ног не чувствую. Картошку вылавливал, руки до сих пор болят. Вода-то ледяная. Смотрите, погода-то не лето. Они говорят, что на Мирной, там какая-то авария большая с водой. И вот якобы оттуда, вот представляете, Мирная, вот как будто она оттуда пришла сюда. Мы её качаем, он насос, я взяла, что у друзей мне дали. И толку, я его качаю, эту воду, она прибывает. Тут вот вся земля обвалилась, мы боимся, как быть, перекрытие между сараем ещё не обвалилось всё это. Картошку вытащила, она у себя гниёт. Морковка гниёт всё. А дома держать, она всё завяла. А девать некуда, вот вода стоит, нам девать некуда. Все зимние запасы, мы на зиму остались без всего. Здесь живут одни пенсионеры. Мы вот молодые пенсионеры, а остальным бабушкам за 80-90. Вот как они могут? Да, мам, 80-80. На сегодня это всё. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok